В мире число скончавшихся от связанных с коронавирусом заболеваний превысило полтора миллиона. Лидером по числу инфицированных и летальных исходов остаются Соединенные Штаты Америки, где выявлено свыше 16 миллионов заразившихся и более 300 тысяч скончавшихся. Между тем, массовая вакцинация в Соединенных Штатах продолжается. Министр здравоохранения и социальных служб США Александр Азар заявил об успешном начале вакцинации препаратом Pfizer. «Уже на следующей неделе 2 миллиона доз вакцины Pfizer будут доставлены во все учреждения, определенные органами здравоохранения. Мы были воодушевлены, увидев, что доверие американцев к вакцинам существенно растет. Однако даже с появлением вакцин мы еще не на финишной прямой. Особенно по мере приближения праздников. В ближайшие месяцы мы все должны продолжать принимать меры, чтобы обезопасить себя и своих близких». В России число заразившихся коронавирусом за сутки возросло на 28 тысяч. Общее количество инфицированных достигло 2 миллионов человек. Российская вакцина от коронавируса «Спутник Ви» хорошая, но до сих пор не хватает оборудования для ее производства в необходимом количестве, заявил президент Российской Федерации Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции 17 декабря. По его словам, именно массовая вакцинация должна создать популяционный иммунитет. «Наша вакцина эффективная и безопасная, поэтому не вижу никаких причин не вакцинироваться». Руководство сервиса «Твиттер», в свою очередь, со следующей недели будет удалять посты, содержащие недостоверную информацию о вакцинах против коронавируса. Компании отметили, что под удаление могут попасть сообщения, которые содержат ложные утверждения, что вакцинация и вакцины используются для преднамеренного нанесения вреда людям или контроля над ними. И ложные, и ранее опровергнутые заявления о побочных эффектах вакцинации. С января следующего года в Твиттер все сообщения, содержащие непроверенную информацию, или слухи о вакцинах, будут помечены как спорные. Наргиз Селимханова, CBC